МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что общего между ивонской макакой и северным оленем? И как им живется в Самаре? Преступные миллионы. 11 членам наркокартеля, которые на протяжении полутора лет торговали героином в Самаре, удалось и легализовать треть миллиарда рублей. Сейчас следствие устанавливает, куда тратились эти деньги. Наркобаронов задержали за одну ночь в марте прошлого года. С подробностями Павел Баймаков. Дорогие машины, недвижимость, отдых за границей по несколько раз в год. На эти цели, по версии следствия, преступники потратили сотни миллионов. Наркокартель торговал героином почти полтора года и был одним из крупнейших в городе. Его членов задержали в марте прошлого года. Вот он, вот он, все. Отравляя жизни сотням человек, эти люди сами наркотики не употребляли. Сами владельцы бизнеса, в кавычках назовем это так, все вели здоровый образ жизни, были спортсменами и свои наркотические средства не употребляли. Они постоянно увеличивали не только свою клиентскую базу, но и людей, которые занимались закладками, обещая им заработную плату в размере от 12 до 16 тысяч рублей в день. За все время наблюдения за бандой наркополицейские задержали более 20 рядовых сбытчиков героина. В день они продавали по полкилограмма, за что некоторые из них уже отправились за решетку. Сами организаторы наркобизнеса суда только дожидаются. Им грозят длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Ко всем обвинениям теперь прибавится и легализация денег, добытых преступным путем. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Борьба с коррупцией и преступлениями в сфере ЖКХ, здравоохранения и образования. Всего 120 тысяч случаев нарушения закона в прошлом году обнаружили сотрудники Самарской областной прокуратуры. Сегодня надзорное ведомство отмечает свой профессиональный праздник. 12 января 1722 года Петр I издал указ о назначении в Сенате должности генерал-прокурора. Император тогда назвал прокуратуру государевым оком. В том, что с тех пор ничего не изменилось, убедилась Ольга Морозова. Дело шито белыми нитками. В этом выражении нет ничего плохого. Нитки, иголка, шило, фотоаппарат. Неотъемлемые атрибуты работы следователя прокуратуры, как раньше, так и сейчас. Несмотря на современные гаджеты, многочисленные тома уголовных дел по-прежнему сшивают вручную. Прокурорские работники – белые воротнички правоохранительной системы страны. 16 тысяч исков по нарушению федеральных законов они отправили в суды в прошлом году. Взяточничество и лиходейство – этот старинный фолиант и сейчас может стать настольной книгой следователя прокуратуры. 30 декабря был вынесен обвинительный приговор в отношении заместителя главы городского округа Гелячева с назначением наказания в виде трех лет лишения свободы, который обвинялся в мошенничестве с использованием своего служебного положения. По версии следствия, чиновник помогал предпринимателям перевести жилые помещения в нежилые. Не бесплатно. Получил взятку более одного миллиона рублей. Кроме противодействия коррупции, силовики Чапаевска успешно борются с наркобизнесом и другими преступлениями. На торжественном собрании прокурору этого города Алексею Махову вручают знак отличия за верный закону. Награды от Генеральной прокуратуры, Главного федерального инспектора, губернатора Самарской области и Губернской думы получили сотни работников ведомства. Благодарили и ветеранов. Николай Угодник – так называли Николая Куценко люди, которым он сумел помочь. Без малого 40 лет он служил Государеву Оку. В 70-х – первый прокурор автозаводского района Тольятти. А на пенсию ушел с поста прокурора Самары. Я могу сказать, я был прокурором автозаводского района, чтобы прожить. Я собирал бутылки, потому что зарплата была маленькая, чтобы прокормить семью из двух детей. Но суть не в этом. Профессия крайне тяжелая. И я считаю, что если человек ушел по истечению рабочего дня, не уставший отсюда, значит, он отдал не все, то, что должен отдавать прокурор. Эти цифры говорят сами за себя. Сто уголовных дел по инициативе областной прокуратуры возбудили в прошлом году. Более 10 тысяч должностных лиц оштрафовали или уволили за нарушение закона. Ольга Морозова, Константин Головин. События. Драматический театр, ледовая арена и новый детский сад. В этом году в Самарской области введут в эксплуатацию сразу несколько важных социальных объектов. Их проинспектировал губернатор Николай Меркушкин. О замечании главы региона расскажет Лариса Шалафаст. Совсем скоро в Самарской области одним очагом культуры станет больше. Привести в порядок здание Сызранского театра драмы поручил глава региона. Капитальный ремонт здесь проводится впервые. Стоимость работ составит порядка 100 миллионов рублей. В основном это средства областной казны. В здании уже обновили фасады кровлю, заменили полы и инженерные сети. Николай Меркушкин заметил недочеты. Слишком узкие проходы между рядами в зрительном зале. Людям будет неудобно. Дизайн-проект будет доработан. Это главный вопрос, имейте в виду. Главный вопрос. Как человек пришел, а как следит? Выдерживает, но выдерживает. Как он занимает свое место? Пришел позже. В середине его места. Как он занимать будет свое место? Завершаются строительные работы и в Ледовом дворце. Старт стройки губернатор дал в прошлом году. Это будет первая ледовая арена в Сызране. Здесь горожане смогут заниматься хоккеем круглый год. Помещение будут использовать и как концертную площадку. Но и здесь не обошлось без замечаний. Губернатор отметил. В здании не предусмотрена звукоизоляция крыши. Езжу и тэхо. А что надо сделать, чтобы не было эхо? Шум поглощения. Ну, сделано? Нет. Почему? У нас в проекте предусмотрено только звук. Возглощающие панели 165 квадратных метров по двум стенам. Все недоработки строители должны устранить в ближайшее время. Губернатор проверил и ход строительства гемодиализного центра при городской больнице. За три месяца на территории горбольницы появилось новое помещение. К лету запланировано поставка медоборудования для помощи пациентам с почечной недостаточностью. Строится перережением графика. Отопление по временной схеме. Окна вставили. Ну, контур весь заказ. Мы планируем, что в часу 15 сентября уже начальник стяжки будет. По графику у нас сентябрь. Но я думаю, что мы в июне закончим. Готовится встречать юных воспитанников и новый детский сад на 15 групп в юго-западном районе Сызрани. Объект полностью закроет вопрос с очередью для жителей этого района. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. 2016-й, хоть и високосный год, должен быть спокойным. Хороший прогноз для Самары напророчили в роддоме областной больницы имени Середавина. Показатели рождаемости в регионе весьма хорошие, даже в первые дни года. Более 800 малышей подарили праздники. Будущему в лицо заглянула Марина Кравцова. Самый главный рождественский подарок и даже сюрприз для семьи Шейных – маленький Ванечка. По расчетам врачей, малыш должен был появиться 19 января на крещение. Но Ваня поспешил порадовать родителей к Рождеству. Знакомые из семьи уже оборвали телефоны. Говорят, это событие знаковое. Никто не ожидал, что ребенок родится в такой прекрасный праздник. И все говорят, что он поцелованный Богом. Мы его увидели и решили, что будет Ванечка. Он тоже, видимо, пытается что-то прокомментировать. В первый день Нового года в больнице Середавина появились на свет 7 малышей. В Рождество – в 8. Всего же за праздники врачи больницы принимали роды 62 раза. А вот детей оказалось на одного больше. 6 января появились первые близняшки этого года. С полом первого малыша, родившегося под бой курантов, народные поверья связывали и прогнозы на наступивший год. Если первым окажется мальчик, хлопец, год может быть хлопотным. А вот прекрасный пол сулил спокойный год и мирную обстановку. Добрый знак – высокостный год. Первый ребенок Самары – девочка. Причем родилась она утром 1 января. Новогоднюю ночь провели спокойно, делятся врачи. Хотя 1 числа все роды были экстренными. Для родильного дома праздников, в общем-то, не существует. Потому что это экстренная служба, это идет постоянная работа. И она более ответственная, чем в будние дни. Мы старались выписывать рано, чтобы дома, в домашних условиях, все в праздник побыли все вместе. Рождаемость в Самарской области растет. В предыдущие два года количество малышей превышало 40 тысяч. И 2016-й не отстает. За 10 праздничных дней в регионе родились около 800 детей. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Из новогодней сказки в родные пенаты. Самарские школьники вернулись из волшебного путешествия в Великий Устюг. В обитель Деда Мороза на зимних праздниках отправились победители ежегодного творческого конкурса. Прогулка по сказочной резиденции, подвижные игры и, конечно, встреча с любимым героем. 60 счастливчиков гостили у дедушки целый день. Впечатлениями ребята поделились с Алиной Чемерес. Детская площадка. Это весна. Ручейки текут. Сейчас он рисует весенний пейзаж. Сюжеты в голове рождаются моментально. Главное – успеть перенести их на бумагу, рассказывает Ваня Петров. Умелые руки и бурная фантазия помогли мальчику в зимние каникулы совершить путешествие в сказку. За свой рисунок для творческого конкурса Ваня удостоился поистине волшебного приза. Отправился в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Он был веселый, огроменный, два метра, примерно так. Я его сначала испугался, но потом увидел, что он добрый. Он шутил, смеялся и сказал нам, у меня есть два ответа. Первое – да, я настоящий. Второе – нет, борода моя не из шерсти. Самодельные игрушки и новогодние рисунки. Всего на творческий конкурс своей работы подали более 800 самарских школьников. Главную награду – поездку в резиденцию Деда Мороза получили лучшие 60 юных мастеров. Детским мечтам помогли исполниться трудолюбие и талант. Дети действительно очень талантливые. Мы за них рады, что они сразу уже с детства видят, не только занимаются творчеством, но и видят результаты своего творчества, что они могут достичь. Это воспитывает характер, это воспитывает упорство. Ребята, которые занимаются любым видом творчества, они успешны и в других видах деятельности. Они успешны в дальнейшей жизни. Возможности свои, реализовать свои таланты и свои способности и проявить себя у наших детей очень много. Из года в год мы проводим конкурсы рисунков, поделок детей. Им нравится участвовать в таких мероприятиях, быть как бы частицей, да, теми людьми, которые тоже влияют на развитие городского округа Самара. Ваня Петров уверен, увидев его рисунок, дедушка бы обрадовался. Уж очень румяный герой с картины, похож на настоящего новогоднего волшебника. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Самара на коньках. В городе работает почти сотня катков во всех районах. Половина из них во дворах домов и школ. Теперь, чтобы покататься, не обязательно ехать через весь город. На многих ледовых площадках организованы теплые раздевалки, прокат коньков и киоски с чаем и кофе. Обзор катков в репортаже Марина Матвейшиной. Редкий случай, когда на катке никого нет и можно в волю поупражняться с клюшкой. Леша Акимов учится во вторую смену и по утрам пользуется моментом. В его распоряжении весь каток. Вечером он уже в составе команды, в игре применяет отработанные приемы. Делимся на команды, ставим сумки около борчика, что это ворота там, играем. Каток во дворе 58-й школы очень популярен. Здесь даже проводят районные этапы матчей «Золотая шайба». Поддерживать лед в хорошем состоянии помогают и школьники, и сами преподаватели. Мы начали своими усилиями, то есть с ребятами, со школьниками. Я помню, мы копали под столбики ямки, нарезали трубы. Мы изначально своими усилиями построили каток. На катке во дворе 36-го дома по улице Дыбенко мальчишки дворовой хоккейной команды под чутким руководством тренера-общественника учатся виртуозно забивать шайбы в ворота. А малыши делают первые шаги на коньках. В 9 вечера по общему согласию детское время заканчивается, и на каток приходят взрослые. Не только кататься, но и подготовить площадку к следующему дню. Есть 6 активных папочек, которые по ночам проводят работу по заливке данной площадки. Они очищают, расчистят. То есть создавали сначала снеговую подушку, потом все расчищали. Заливка первая, там вторая заливка. Все по руке. Мы как раз сделали акцент на подготовку и меддворовых площадок. Вот таких площадок у нас 56 по всему городу, уже залито и уже эксплуатируется. Всего в Самаре почти сотни ледовых площадок. К заливке готовы еще 10. Они расположены во всех районах города. Кроме дворовых работают катки в парках, на набережной и, самое главное, на площади Куйбышева. Марина Матвеевшина, Григорий Пельшаков. События. Бананы или ягель? Что общего между явонской макакой и северным оленем? Как эти разные животные, привезенные с двух противоположных краев света, уживаются в Самаре и вообще здесь оказались? Ответы у Марианны Мирной. Корочка хлеба, конечно, не банан, но адаптация к русской зиме – штука суровая. Явонская макака носит гордое славянское имя Тихон. Двухлетний Тиша появился в Самаре в середине декабря и уже успел прижиться в доме хозяина. Я просыпаюсь, и он, естественно, рядом со мной спит. На кровати? Да, он спит рядом со мной. Соответственно, просыпаюсь я, просыпается и он. Ну и тут начинается самое интересное. Мне приходится за ним постоянно следить и, так сказать, его постоянно с собой, чтобы он что-нибудь не натворил. В такую погоду, в минус 20, явонскую макаку, конечно, на улицу выносить нельзя и содержать только в тепле и в теплом свитере. Зато здесь есть другие животные, которые не боятся холода. К ним-то мы сейчас и пойдем. Один лишь злоторогий олень не боится его. Злоторогий олень? Да. Рассказывают, что его может увидеть только самый смелый человек в Лапланде. Олень-стифлер самый старший среди зверей, ему 5,5 лет. Каждый год у него отрастают огромные ветвистые рога, которые могут быть страшным оружием в диком лесу. Человек уже при правильном обращении, северный олень может стать настоящим другом. Олени не самые умные животные, но они очень преданные. И бывали случаи, когда если умирал хозяин, а рядом с ним жил олень, то олень умирал вместе с ним. А еще бывали случаи, когда хозяин при смерти нуждается в помощи, то олени убегали, приводили помощь. Николай занимается оленями не первый год. В перспективе мужчина хочет устроить контактный зоопарк, где все любители животных смогут поближе познакомиться и подружиться не только с оленями и макакой, но и с лошадьми, поросятами, козлятами и другими четвероногими. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Итоги работы городских коммунальных служб в праздничные дни обсудили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. За 10 дней произошло 3 отключения электроэнергии, 30 случаев перебоев с холодной водой и 19 с отоплением. Все неполадки были оперативно устранены. Управляющим компаниям и дорожным службам поручено не снижать темпы работы, в том числе и по уборке мусора. Особое внимание следует обратить на утилизацию елок. Новогодние деревья нужно убирать своевременно. И быть готовыми к погодным сюрпризам. По прогнозам гидромедцентра 13 и 14 января в городе ожидается сильный снегопад. Коммунальные службы должны встретить его во всеоружии. Завтра днем пойдет умеренный снег с переходом в ночь на четверг на сильный. Я сразу всем говорю руководителям службы благоустройства, что работаем по тому регламенту, который мы установили и который сегодня сработал. А сейчас коротко о других темах дня. Из-за резких перепадов температуры лед в этом году на Волге вдвое тоньше нормы, всего 14 сантиметров. А значит переход через реку крайне опасен. В районе речпорта в Тольятти лед также тоньше среднестатистического значения. Специалисты предупреждают, для перехода через Волгу толщина льда должна быть не менее 30 сантиметров, а для проезда автотранспорта и вовсе 57 сантиметров. Реконструкция Самарского цирка начнется в 2017 году. В ближайшие месяцы подрядчик внесет в проектную документацию коррективы. Предполагается, что после реконструкции трибуны цирка будут вмещать 2200 зрителей. Обновят техническое оборудование, коммуникации будет обустроена в ВИП-ложа. Кроме того, планируется пристроить к зданию общежитие и кафе для артистов на 80 человек. В Самарском центре переливания крови запасы достигли критического минимума. По данным на 12 января, больше всего сейчас нужна первая, вторая и четвертая положительная группа крови. К концу подходят запасы второй и третий отрицательный. Всех желающих сдать кровь ждут в Самарской станции переливания крови по адресу Новосадовая, 156. В зимнем расписании аэропорта Курумыч произошли изменения. Увеличилась частота полетов в Сочи. Теперь из Самары на российский курорт вылетают пять рейсов в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Среди компаний-перевозчиков есть лоукостеры. Самарский архитектурно-строительный университет присоединяется к техническому. Приказ о реорганизации вузов подписал министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Имущество с ГАСу в полном объеме закрепляется за сам ГТУ. Политехнический университет становится правоприемником строительного по программам высшего и дополнительного профессионального образования, а также научной деятельности. При этом техуниверситет должен сохранить условия и формы обучения в строительном университете. Просто дом или памятник. Общественники обсуждают судьбу усадьбы архитектора Александра Зеленко в Самаре. Всемирно известный зодчий начинал возводить ее в 1900 году. Но пожить здесь не успел. Уехал в Москву. Достраивал особняк уже Филарет Засухин. Больше века спустя оказалось, что лишь один дом усадьбы стал памятником архитектуры. Другие постройки эксперты признали аварийными. Что сегодня в суде оспаривают жители о непростой ситуации Марина Кравцова. Квартира с почти антикварным декором. Интерьер под стать дому. В одном из зданий бывшей усадьбы архитектора Александра Зеленко Татьяна Петрова живет с детства. Лишь один, 179-й дом на улице Самарской, где сейчас располагается отделение регионального союза журналистов, попал в список памятников архитектуры. А дом под литерой «Б» экспертиза признала аварийным. У жителей другое мнение. У меня под окнами на фасаде бабочки. Потолки высокие, все удобства есть. В подъезде у нас пять квартир. Всех соседей я знаю и уважаю. Это ли не элитное жилье? Обсуждая судьбу дома собрались общественники, архитекторы и жители. Как превращается житель в горожанина, когда он начинает понимать, что от него зависит судьба квартала, от него зависит судьба территории его собственного дома. Соответственно, он вкладывает сам в эту территорию, а не ждет, пока его переселят. Историко-культурная экспертиза не нашла оснований, включая дома с литерами «Б», «Б1» и «Б2» в реестр объектов культурного наследия. Это усадьба, это комплекс. Эти здания нельзя рассматривать отдельно. По-моему, это очевидно для любого архитектора. Я, насколько понимаю, проект планировки не утвержден. Он не разработан, не закончен. Жители хотят вернуть дому статус памятника архитектуры и оспаривают заключение экспертизы об аварийности дома в суде. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Как ведут себя мировые валюты, сколько стоит нефть и насколько придется сократить расходы бюджета? Ответы знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Рубль следует за падающей нефтью. Сегодня Центробанк вновь увеличил стоимость основных резервных валют. Доллар США оценивается в 76,60 рубля. Курс евро – 83,43 рубля. Золото стоит 2697 рублей за грамм. Серебро стоит 34,28 рубля за грамм. Нефть марки Brent на критически низком уровне – 31,73 доллара за баррель. И полагают, что снижение продолжится. На фоне снижения экономики правительства страны готовы снизить бюджетные расходы на 10%. Минфин ожидает предложений о вариантах снижения, но настаивает на том, чтобы социальная сфера и выплаты бюджетникам остались нетронутыми. А на сегодня это все. Удачи в делах. Молодой храм на Безымянке обрел святыню. Две недели в нем будут находиться мощи Матроны Московской. Для Русской Православной Церкви – это одна из главных святых и чудотворцев. Слепая от рождения, Матрона, согласно житию, уже с 7-8 летнего возраста, имела дар предсказания и исцеление больных. Ее мощи доставляются для поклонения во многие города России. Теперь приложиться к ним смогут и верующие Самары. На одной из первых служб побывала Валерия Макарова. В Самару из Муромской епархии приехала частица мощей Матрона Московской. Уникальность святыни в том, что верующие могут обращаться к ней со всеми проблемами. Исцеление внука. Ну и себе также. Молимся ей всегда. Помогает, исцеляет болезнь. Мы сюда заходим часто. Сегодня вот мощи святой Матронушки. Мы пришли с внуком поклониться, попросить о помощи. И в эти радостные светлые дни Рождества поздравить всех и Матронушку. Храм в честь святой блаженной Матроны Московской, куда и привезли частицу мощей, еще молот он действует меньше года. И это, по словам настоятеля, первое для храма святыня такого уровня. Хотя в прошлом году мощи Матроны сюда уже привозили, но всего на несколько часов. Когда к нам их привезли полгода назад, это было лишь на несколько часов. И это было как капля воды в пустыне. То есть не приложился практически никто. То есть только те, кто были на тот момент в храме. В этот раз частица мощей пробудет в храме на Беземянке две недели. Знаково, что именно в это место, а не в какую-то центральную часть города, прибыла эта святыня. Здесь люди особенно нуждаются в том, чтобы появилась какая-то святыня подобного уровня. И в духовном плане оздоровила этот район. Приложиться к мощам можно каждый день в храме в честь святой Блаженной Матроны. Он находится на улице Победы, недалеко от станции метро Беземянка. В храме мощи пробудут до 24 января. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова